Слыши светлее, весикое. Слыши светлее, весикое. Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры делал DimaTorzok Аминь Субтитры делал DimaTorzok Двадцать восьмого должен быть Уже здесь Как он обещал мне Я ему звонил Он был отца Иоанна еще Это было неделю назад Он сказал, что двадцать восьмого будет дома Субтитры делал DimaTorzok 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 Когда же он приблизился к городским воротам Тут выносили умершего Единственного сына у матери А она была вдова И много шло с нею из города Увидев ее, Господь жалился над нею Сказал ей Не плачь И подойдя, прикоснулся к одру Несшие остановились Он сказал Юноша, тебе говорю, встань Мертвый поднявшись, сел и стал говорить И отдал его Иисус, матери его И всех объял страх И славили Бога, говоря Великий Пророк восстал между нами И Бог посетил народ свой Толкование небольшое, поэтому То, что он сел и начал говорить Было признаком истинного воскресения Ибо тело без души Не может ни сидеть, ни говорить Начинает говорить То есть, учить других Потому что, доколе он одержим был грехом Он не может Доколе он одержим бывает грехом Он не может учить и говорить Ибо кто ему поверит Такое объяснение Евангелие Ана 7, глава 1 по 13 стих После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал Отче Пришел час прославь сына твоего Да и сын твой прославит тебя Так как ты дал ему власть над всякую плотью Да всему, что ты дал ему Даст он жизнь вечную Сия же есть жизнь вечная Да знаю тебя единого истинного Бога И посланного тобой Иисуса Христа Толкование Сказав ученикам, что они иметь будут скорби И убедив их не унывать Господь ободряет их еще и молитвою Научая и нас в искушениях оставлять все и прибегать к Богу Иначе Настоящие слова суть не молитва Но беседа с отцом Если в иных случаях он молится и преклоняет колено То не удивляйся сему Ибо Христос пришел не для того только Чтобы явить себя миру Но и для того, чтобы научить нас Всякой добродетели А учитель должен учить не словами только Но и делами Желая показать, что идет настрадание Не против воли А по собственной воле Говорит Отче Пришел час Вот он желает этого Как чего-то приятного И предстоящее дело называет славою И славою не своею только Но и отчию Так и было Ибо не сын только прославился Но и отец Ибо прежде креста его не звали Даже и иудеи Но, как сказано Израиль меня не познал Исайя 1.3 А после креста Вся вселенная притекла к нему Показывает и то В чем состоит слава его и отца Слава Божия в том Чтобы уверовала и была Облагодетельствована всякая плоть Ибо благодать не ограничивается только одними иудеями Но простерта на всю вселенную Сказал это потому, что намерен был послать их к язычникам Чтобы они не почтили его нововведение Чтобы они не пошли это нововведение Неугодным отцу Он объявляет, что власть над всякую плотью Дана ему от отца Прежде же он говорил На путь к язычникам не ходите Матфея 10.5 Что же значит над всякую плотью? Ведь не все же уверовали Но Христос со своей стороны Старался всех привести к вере Если же они не внимали ему То в этом вина не учителя Но тех, которые не принимают его Ибо давать жизнь И при том вечную Может только Бог Назвал отца единым Истинным Богом Для отличия от лжеименных богов языческих А не отделяя самого себя от отца Прочь такая мысль Ибо и он, будучи истинным сыном Не может быть Богом ложным А есть истинный Бог Как этот же самый евангелист В соборном послании своем говорит О Господе 1 Иоанна 5.20 И Иисус Христос Есть истинный Бог И жизнь вечная Если еретики настаивают Что сын есть Бог ложный Так как Отец назван Единым истинным Богом То пусть знают Что этот же самый евангелист Говорит о сыне Был свет истинный Иоанна 1.9 Уже ли же по их понятию Отец есть ложный свет Но нет Прочь такая мысль Посему когда называют Отца истинным Богом То называют его так В отличие от ложных богов языческих Подобно как и в словах Славы которой от единого Бога Не ищите Иоанна 5.44 По понятию еретиков Выйдет Так как Отец Единый Бог То сын вовсе и не Бог Но такое заключение По истине безумно Я прославил тебя на земле Совершил дело Которое ты поручил Мне исполнить И ныне прославь меня Ты, Отче У тебя самого славы У которой я имел Тебя прежде бытия мира Я открыл имя твое Человекам Которых ты дал мне От мира Толкование Ибо на небесах Он был прославлен Будучи поклоняем От ангелов А земля не знала его А как сын всем Возвестил о нем То и говорит Я прославил тебя Посеяв богопознание По всей земле И совершил То дело Которое ты поручил мне Ибо дело воплощения Единородного Было осветить Нашу природу Низвернуть миродержца Которого прежде Боготворили Насадить богопознание Между тварью Как же он совершил это Когда еще и не начинал Все говорит Что мне нужно было сделать Я совершил Да Он сделал то Что больше всего Всадил в нас корень добра Победив дьявола И самого себя предал Всепожирающему зверю Смерти А от этого корня По необходимости Пойдут и плоды богопознания И так говорит Я совершил дело Потому что я посеял Посадил корень А плоды вырастут Естество плоти Еще не было прославлено Так как оно Оно не сподавлялось Еще не тление И не приобщалось С царского престола Посему ты и говорит Прославь меня То есть Мое человеческое естество Которое теперь Не в чести Которое будет распято И возведи Оноя в ту славу Которую я Слово И сын твой Имел у тебя Прежде бы тебя мира Ибо естество Человеческое Он с собою Посадил на престоле Царском И теперь Поклоняется ему Всякая тварь Я открыл имя Твое человеком Но мы много раз Говорили Что если тогда Имя Божие И было известно То одним только Иудеям И при том Не всем А тем Теперь говорим Говорится О язычниках Что им Будет известно Имя Божие Так как Христос Дал уже Семена Богопознания Не изложив Дьявола Ведшего Идолуслужения И иначе Если знали Бога То знали Не как Отца А только Как Творца Но Сын Возвестил О нем Как об отце И словами И делами Дав знать О себе Самом А кто Доказал Сам о себе Что он Сын Божий Тот Очевидно Вместе с собою Дал знать Им Об отце Еще один Один стих Можно остановиться Чтобы Большое Толкование Спасибо Христос У меня Большая Просьба К вам Я общаюсь Через интернет С двумя Мужами Один Из них Живет Российский Бизнесмен Коммерсант Читает Библию Много Мы с ним Переписываемся По поводу Веры О Библии Но у него Есть свои Так сказать Измышления Он В храм Не ходит Крещение Непонятное Пока Вот Так что Но Я послал ему Трехтомник Он С радостью Принял И Причем Говорит Родители Его тоже Приняли И читают Поставили На Такую Достойное Место И Занимается Попросил Библию Прошу Помолиться О нем Чтобы Господь От Своих Измышлений Остановил Его Измышления Чтобы Он Принял Только Истину Как Она Изложена Святом Писании Заводь Его Федор Это Один Человек Второй Человек Врач Специалист Есть Такой Сайт Доктор На Работе Вот На На этом Сайте Мы С ним Познакомились Он Выпустил Книгу Которая Под рубрикой Медицинский Детектив Это Действительно Как детектив Читается Потому что Этот человек По имени Владислав Врач Хирург Преподавал Закончил С отличием Казанский Медицинский Институт В 81 Году Затем Преподавал В этом же Мединституте Постоянно Работал И работает До сих пор На скорой помощи Несмотря на Увечия Которые он Получил При оказании Медицинской Помощи В разных Местах То МЧС Личная Жизнь Там Ужасная Мать С сыном Его там Всячески Издевались На дни Восемнадцать лет В бане Закрывали Ужить Не угорел И Арматурой Его сын Там По голове И Поломал руку И Причем Такие Перепетии Медицин Там Вот как раз Когда оказывал Помощь Пытались Его ограбить И ограбить Нечего Ну и там Дальше Заворуха такая Была Что его В общем Одна Банда Потом Вторая И между Ними Там Заказали Его Убийство Жена С сыном В общем Там Жуткие Вещи По происхождению Он Сложный Происхождение Один Из дедов У него Был Расстрелян Коммунистами Который Был Имамом А второй Был Равином Вот такое Происхождение Но он И православие Как бы Читает Библию И О Библии Мы с ним Тоже Переписывались Вот у него Такой Я ему Написал Что придется Все равно Делать Выбор Чтобы Он Сделал Правильный Выбор Уже Теперь Вот На Склоне Своих Лет Зовут Его Владислав Чтобы Сделал Правильный Выбор Ну Я Ему Пошлю Конечно Книги Если Он Примет И Он Мне Присыл Книгу Я У него Купил Книгу Читаю Просто Это Найти Это Насколько Все Правдиво О состоянии Здравоохранения Как работа Какова работа На Скорой Помощи Это Действительно Передний Край Да Передний Край Вот Большая Просьба Чтобы Эти Два Человека Пришли На Путь Истинный Их Ростын Владислав Федоров Да О нашей Сестре Радостная Вечь Вести Которой Нам Расскажет Татьяна Пазминичная Расскажите Мы молились о Маше Поэтому я хочу Чтобы Татьяна Пазминична Расскажала Как изменилась ситуация Маша Барабаш Вот Прошлый раз На собрании Виктор Андреевич Сказал Что нужно за нее Молиться Чтобы и окружение Кто ее окружает Помогали ей Вот она Только Приступила Своей деятельности Так сказать Вот И расположены были И чтобы она Очень внимательно Была в работе И это ответственная Очень работа У нее Тоже Вот И она говорит Это надо же Говорит Я в понедельник Пришла Ну совершенно Весь день Совершенно по-другому Я говорит Всех очень благодарю За молитвы ваши Потому что Это просто невероятно Вот Ну как Господь Может это все делать Утешиваю Да Я сразу по ходу Скажу Что это Оля Симоненко Звонила Знаете Это Виктора Савченко Сестра Ну и пока Не знаю Что у нее там Ну наверное Серьезно что-то Она сдавала анализы И вот через две недели Ей сказали Будет Ну вот неделя Прошла еще неделя И там будет Видно Что Ну помолитесь О ней тоже Оля Да Оля Соклакова Позвонила Что сегодня В храм В другой Рядом Там пойдет На раннюю службу Вот Ну и Татьяна Ценгаева Не все еще Наверное знают Сломала руку Прямо возле дома Шла Подскользнулась И Перелом У ней кисти Правой Но закрытый перелом Наложили Там рангетку Остальные Все больные У Александры Ивановны Были У Чернявской Ну все Вроде бы Так это Продолжается Как у них Да Хотя Валентина Она уже Ну Совсем Она согнулась У нас Такая прям Немощная Уже становится Приходит к ним Там помогать Женщина Такая улыбчивая Раскрашенная Вся Это так Приходит Да Но Вот в этот раз Я была Я говорю Ну давайте Помолимся Мы встали На молитву Я говорю А почему Это Зовите Вика Они ее Зовут Виктория Ну и тоже Вас прошу Помолиться О ней Потому что Я говорю Позовите ее То ли пойдет Человек То ли нет Они ее Никогда Не звали И как бы Даже разговора Не было Ну пришла Помогла И пошла Вот А тут значит Она Платочек ей дали Она Я пойду И она с радостью С улыбкой Такой Она встала С нами На молитву Помолилась Она вот Выглядит Знаете Как не русская Как мусульманка Она говорит А мне все говорят Что я мусульманка Вот Ну я говорю И не крещеная Совсем Она Ну и к вере Никакая Как бы Ну так Немножко Сказала И с острым Говорю Вы теперь уже Давайте Вере И рассказывайте Валя Ты много знаешь Евангелие Вот эта красненькая Подарила Говорю Теперь Да Теперь ты все время Вычитай Понимаешь Не понимаешь А читай Валя А ты Объясняй Что она спросит Если что-то Ну вот такие моменты И вообще Вот удивительно Вы знаете Людей много Добрых Вокруг нас Мы просто Даже и неверующих И говорить им надо Вот Я прямо На неделе Сталкиваюсь В соцзащиту Пашка Ну не Там С утра Люди С шести утра Занимают очередь С девяти Принимают Вот старенькие Бабушки приходят Вообще Никакие Сгорбенные За восемь лет Все равно заставляют Все вот это Оформлять Это документы Каждые полгода Справки эти Это какой-то вообще Вот дурость Прямо честное слово И вот Пришла Там не пробиться Никак В конце уже Говорю Ну как мне Талончик Ну на следующую Неделю Получи А она говорит Ну нет Вот в субботу Приходите Вот с самого раннего Я говорю Ну за Ой В понедельник Я говорю Вы знаете В понедельник Зинаиды День памяти У моей мамы День памяти Исполняется Как вот Она ушла Из жизни Я говорю Я очень хочу В храм пойти Знаете Она мне Так потихонечку Возьмите талончик Дала мне талончик Я хоть Самая последняя Но прошла Знаете Вот Прямо Как вас зовут Она так Обрадовалась Я говорю Я помолюсь за вас Елена Она так Обрадовалась Прямо все Приходит Мне мастер Телефон Сломался Неделю Телефон Не работает Вот этот А по нему Звонят В основном Я Это вызвала Мастера Я говорю Ну хоть скажите Сколько это будет стоить Вызов 85 рублей А там Сколько он Чего вам наделает Там скажет Стоимость Приходит Пожилой Такой Дядечка Все Ну тут Делает Мне Да с таким Прямо старанием Он провод Мне заменил Там И как Еще Все Розетку Тут Ну все Все Короче Делать Я говорю Ой Вот Как вас зовут Он Виктор Я говорю Вот Помолилась Хорошего Правда Хорошего человека Чтоб послал Господь Ну доброго Чтоб сделать Все это Вот Вас послал Он Все мне Сделал Сколько Времени Затратил Тут В это Время Там Еще Звонят Спрашивают Значит Как Ростелеком Как вам Услуги Какие Я говорю Отлично Все Отлично Благодарю Вас Все Он Уходить Я Значит Ну Заплатить Надо Я Деньги Достаю Он Говорит Ничего Не надо Вы только Единственное Скажите Что я На площадке Делал Не в доме Чтоб Ему Записали Вообще Не взял Денег Я Вообще Кран У меня Потек Дали Мне Вот Какие Это События Буквально Прям В течении Недели Вот Это Вся Череда Кран Включаем Лизы У нас В разные Стороны Все Так Вот Все Тоже Звоню Мастера Она 800 рублей Ну Надежда Андреевна Мне тут Это Что Такое Ты Царство Хочешь Небесное Заработать А мой Сын Нет Он Придет Тебе Сделает Вадим Вечером Пришел Пять Минут Вот За Пять Минут Он А потом Она Говорит Открутить 200 рублей Прикрутить 450 На другой День Она Мне уже Цены Немножко Сбавила Ну Вот Так Он Пять Минут За Пять Минут Вот Так Быстро Прям Все Раз И Люди Нас Добрые Окружают Слава Тебе Господи Ну Вот Поверь И Ваш Это Будет Дано Вам Слушали Об Это И Результат Молитвы Зависит От Того Насколько Ты Ожидаешь Этого Результата Насколько Ты Глубоко И Искренне Просишь Бога О помощи Можно Да Я С такой Бытовой Просьбой Хочу Обратиться Поля У меня Не знаю Где Цистит Поймала Каждые Десять Минут Мы С горшка Не Слазим И Никуда Не Можем Выйти Помолитесь Ради Христа С такого Возраст Что Не Учился Ребенок Цистит По улице Не Бегает Растил Ребенок Все Тепле Всегда Одеты Тепло Не Знаю Дом У нас Прошло Поля То Стрис Хотя Гузинична Упомянула О бабушках Вот Я хочу О бабушках Вот Игнать 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 Призывает Всегда Бодрствовать Так же Как Ребатюшка Нас Призывает Бодрствовать И не Раскисать Не Расслабляться Так вот В интернет Вечера Я увидел Бабушке 89 лет Жительница Красноярская Она Путешествует По миру На свою Пенсию Экологию С пенсии Своей Ездит По миру 83 года Стала путешествовать Ездила В Германию Ездила В Чехию Ездила В Вьетнам И в Вьетнам Она познакомилась С девушкой Которая Выставила Весь этот Материал Фотографии Этой бабушки Представляете Интерес Какой жизни Понятно Что это Мирской человек И низкие Такие желания Но тем не менее Активный образ жизни Так что Вот Пример Для Наших бабушек Для молодых Тоже Бывает Что молодым Хуже Этой бабушке 89 лет Братья и сестры Ну уезжай уже Помогите Четверг Спаси Господи Вам За внимание За чуткость Ну терпите Сына Уже мы его Не переделаем Я думаю Переделаем Как Бог дал Какого переделаешь Верующих Сына Терпите А мы без вас Приезжайте почаще Помоги Не на сына Ангелы хранители Вам в пути Какой Какой Да Ну Я Виктор Лично Меня Пострел Я Прилю Моя очередь Я вас Просила Молиться Обо мне Сейчас Я хочу Вас Поблагодарить Спаси Христос Я была В путешествии И все У меня Было Благополучно У меня Тоже Была Беседа С Женщиной Она Посмотрела Что я В платочке Ну я В платочке Всегда Но она Стала Меня Спрашивать Как Вот Вера Где Что Ухожу Я конечно Выслушала Массу Ее Отзывов Впечатления О священстве Ну как Я Дело В том Что Она Медик Медик И Имеет Доступ К анализам И Тем Которые Сдают Наши Священники Но они Такие же Люди Я Объяснила Что Вы Не Акцентируйте Внимание На их Греховность А Больше К Христу Обращайте Свой Взор У меня Была Красная Евангелие Которые Братья Проповедник Раздают Я ей Подарила Она Была Благодарна Приняла Евангелие Она Не читает В храм Ходит Ну как Как Все От праздника В празднику От великого До великого И все Вот такая Была беседа Ее зовут Нина Кто Вспомнит Пожалуйста У расположенности Помолитесь Сама По себе Она Добрый Человек Очень Честная Она Немного Рассказала Тоже Про Медицину Кто Как Анализы Халтуры Совсем Ничего Не проверяет Просто Пишет Она Все Добросовестно Это Делает По Совести Старается Жить По Совести Несмотря На то Что Вокруг Нее Такие Есть Худые Примеры Поэтому Помолитесь Они Пожалуйста Не Немного Семь Чисто Могу Чешетку 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 Я хочу Попросить Молиться О Сыне Который Возвращается Вот Это Из Первой Вахты На 31 У него Билет 31 Октября Сколько Пробыло Полтора Месяца На Самолете Я Приехал На Самолете На Самолете До Новосибирска Новосибирска На Автобусе Вот Дорога Предстоит Ну И Чтобы Завершила Работу Самолете Удачно Без Ошибок Все Без Нареканий С Нас По Сторон Начальства Да У меня На Работе Сейчас Небольшой Завал Будет Три Суббота Воскресенья Подряд У меня Рабочие Приглядите Просто За Моим Молит Спасибо Просьба Дарья Ты поправилась? Дарья А Да Поправилась Самое интересное Снова просится на работу Я говорю Все Если у тебя так Элергическая реакция Ни в коем случае Вот удобный график Так при чем тут график У нас женщина Нечаянно себе В руку ставит В ногу ставит Тебе тогда руку В ногу отрежь Ты думаешь Ну сейчас-то она думает Взяла отпуск На раздуме Да Помоги Господу Я буду такого Больше никогда Да Помоги Господу Ты занесешь Ответственно Нас прооперировали Слава Богу Все прошло Ровно Спокойно Сейчас останавливаемся Я хочу вам передать Благодарность От Валентины Ильиничны За вашу молитву Продолжайте молитесь Она делает по комнате Уже шаги С помощью На ходу главную Спасителя Но делает Ходит своими ногами Хотя одна нога у нее Коврючка Уже около 10 сантиметров Слава Богу Ну вот о переломах еще раз Еще раз напоминаю Что пожилых Особенно Остеопороз То есть в костях мало Кальция Поэтому принимайте кальций Как принимать я уже рассказывал Татьяна Александровна Татьяна Александровна Правда была возразила Что кальций Это треникомет Там не надо принимать Что там в печени Откладывается Там много Селезенки 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 Да Там Почках Везде Одним словом Конечно Вот эти препараты Их нужно принимать С умом А вот то что я вам рассказал Кальций Принимать Яичность Коврюка То это Лишнее выведется И нигде Лишнее не отложится Да Загостить Лимонным соком Выстереть Яичность Коврюку И загостить Лимонным соком Принимать Только чтобы в везде Не было малышных продуктов За час до И вовсе Триума Игнатьевич Все исчерпались Вам слова Ваш источник Не исчерпаем Я первый вопрос Задам Игорю Ты в сценарии Лишишься? Да А ты знаешь Что у них Выходит Молодежный журнал Ну сейчас Не знаю Он только начал Выходить Видимо Девятый номер Вышел Не знал об этом Он называется Покров Это новое На меня вышел семинарист Один Он даже приходил Книги брал А потом Скинул И обратиться Туда Я зашел Богатый очень материал Я маленькие Две странички Оттуда скопировал Виктору Андреевичу Передайте Прочитайте Про нас печатали Слушайте Очень внимательно Пишет человек По благословению Журнал Этот митрополита Алтайского Барнавельского Сергия Иванникова А пишет Не он Пишет Доктор Богословских наук Профессор Который с нами Не встречался Но многое знает Студенческий Журнал Покров Парнаульской Духовной Семинарии Номер 9 2016 Года Страница 34 В начале 1990 Часть Приходской Общины Переселилась В Ламонтовский Район В село Потеряевку Где основала Новую Приходскую Общину Во имя Священномученика Анфима Некомедийского На 2013 Год Официально В селе Потеряевке Проживало 33 Человека С 1996 Года В селе Потеряевка Действует Детский Трудовой Православный Лагерь В честь Священномученика Климента Анкирского Построена Церковь Функционирует Школа Фельдшерский Пул Построены 16 Жилых Домов 12 Бань Все Здания Электрифицированы Для Нужд Общины Облагорожены 12 Колобцев И 3 Пруда В составе РПЦЗ Протерей Иаким Лапкин Являлся Участником 4 Всезарубежного Собора РПЦЗ Проходившим Сан-Франциско 17 14 Мая 2006 Года Ставшим Одним Из Решающих Шагов К уврачеванию Разделения Между двумя Частями Русской Церкви После Подписания Акта О каноническом Общении И восстановления Единства Внутри Русской Поместной Православной Церкви Пользуясь Нормами Приложения К акту О каноническом Общении Приход Сохранил Свою Юрисдикционную Связь С РПЦЗ Не входя Напрямую Подчинение Барнаульской Партии Там выделены Места Особенно Еще раз После Подписания Акта О каноническом Общении И установления Единства Внутри Русской Поместной Православной Церкви Пользуясь Нормами Приложения К акту О каноническом Общении Приход Сохранил Свою Юрисдикционную Связь С РПЦЗ Не входя Напрямую Подчинение Барнаульской Епархии Несмотря на то Что время Определяющее Переходный Период Для российских Общин РПЦЗ До 17 Мая 2012 Года Истекло Приходы В городе Барнауле И селе Потеряевка Фактически Поминают За благослужением Святейшего Патриарха Кирилла И предстоятеля РПЦЗ Митрополита Илариона Кафрала Кавычка В скобках Имея при этом Полное общение С Алтайской Митрополией Еще раз Имея при этом Полное общение С Алтайской Митрополией Крестовозвилинский Приход Города Барнаула И община Села Потеряевки Являются Уникальными И своеобразными Приходскими Общинами Члены Общин Придерживаются Многих благочестивых Традиций Свойственны Старобрядцам Мужчины Не бреют Ворот Остригают Волосы Носят Рубахи На выпуск Поясом Женщины Также не носят Облегающих И тесных Одежд Носят Платки В общинах Строго Поддерживается Древнерусский В общинах Строго Поддерживается Древнерусский Нравственный И бытовой Уклад Многие Семьи Млагодетны Старостой Этих Общин Неверяется Родной брат Протерея Иакима Лапкина Игнатий Тихонович Лапкин Известный Православный Миссионер Объехавшись Проповедями О православии Более 500 Городов В России В ближнем И дальнем Зарубежье Миссионерская Практика Игнатия Тихоновича Лапкина Вызывает Разную реакцию Однако Можно Уверенно Утверждать Что Благодаря Его миссионерским И Апологетическим Трудам К православной Вере К православной Вере Пришли Тысячи Людей Многоточие Доктор Богословия Кандидат Юридических Наук Профессор Кафедры Истории Церкви Черновицкого Православного Богословского Института Настоятель Храма Святого Луки Города Норильска Священник Павел Бачков Принять К сведения Что за Эту неделю Я просто скажу Было новое Я первый раз Проследил Посылали посылку И дается Идентификационный Номер Каждой посылки Ну а полный Комплект Вот лежат 38 книг Это Две коробки И два пакета Отправили в Испанию Я через неделю Зашел И действительно Зарядишь Там все сразу Показано В Барнауле Часы Во сколько Из Барнаула Отправили Дальше До Москвы Во сколько Пришло Из Москвы Отправили Следующее Пересекло Границу Тогда-то Дальше Еще не дошло Но Это надо Придумать Это же Не мы одни Наших 4 пакета И на все номера И все известно Как пошли Бывает Иногда Где-то задержат Один другой Что говорить О начертании На лоб человека Человек важнее Посылки Еще никаких Чипов нет И уже Все знают Их там Груды Груды Через Москву Идет Но речь идет Не о двух Терех посылках И при том Никто за этим Не следит Что информация Никто ее не печатает Она сама Печатается Заходи Они там Зашли в Испанию Их тоже Говорят Следим за этим Как она Дальше Дойдет Посылка Это к тому Чтобы Ну не боялись Паспорта Вот ну прям Такая Возня Вокруг паспорта Там какие-то Шестерки Накручье Нашли Знаете Что угодно Можно найти Как видел Звезды сложились Сем победиши Константину Было Кто видел Артемий Пишет об этом Звезды сложились Сем победиши Чтоб звезды Так сложились Ну понимаете Это катастрофа Вселенская Первое Второе В виде звезд Что-то сложилось Некая ангельская сила Как вот Перед волхами Шла звезда Ну и толкует Зато Вот это Некая ангельская сила Как она могла Указать на дом Звезда Как может указать Она над Потеряевкой Висеть Над Барнаулом Над Москвой Так что Лишнее не надо Придумывать А дело вот Чем Неделю Вот эту Я в окно Смотрю Заходит женщина И издалека Мне показалось Очень похоже На маму Игоря Добунова Валентину Вот она рядом С вами Вот такой же Комплекции Такая же идет И что-то в руках Несет Я к окошку Не она Ну а дальше Она Что Соседнюю дверь Надежда Гугинеса Заносить Ее надо Тоже Занести Едет на велосипеде С двумя Собаками И пришла С собаками С велосипедом И собаки Здесь привязаны Сергей Вот реши Женщина До Дальнего Востока Прошла В Бийске Была Белокурик В Потеряевке В Потеряевке Была Позвонила В Потеряевке Действительно Была Но она Там не смогла Куда она Делала велосипед Собак Заняла Машину Кто-то Значит Ее Финансирует Приехала С Игорем Поговорила Меня ищет Мне тем более Уже не надо Встречаться Я очень Знаю Это хорошо О чем Она говорила Надежда Васильевна Скажи Немного Солнышко Мастер Когда говорят Договорим Во-первых Когда она Позвонила Назвала С Татьяной Что была В Потеряевке Ей нужен Игнатий Тихонович Она Разговаривала Со старостой С Барабаш Игорем Фамилию Называют Имя Называют Ну У меня же Так я Поэтому я Открыла Я говорю Игнатия Здесь нет Ну Мне нужно Я Миссию Исполняю Выполняю Какую Миссию Я от Москвы До Дальнего Востока Доехала Вот я Такой Миссионер Она Я говорю О какой ты На велосипеде Что ли До Дальнего Востока Да нет На машинах Ну и вот Приехала сюда Была В Потеряевке Мы Как-то знакомы В интернет Зашли И вот Мы нашли Игнатия И мне Ну а как Этот Михаил Романов Который Видимо Царем-то Назначен В России Вернее себя Считает Что он Царь И Я поняла Что она Скорее всего От него Посланец И вот И вот Я приехала Когнатью Ехановичу Надо его Предупредить О многом Я говорю Ну конкретно О чем Я вам Говорить не буду Это нужно Лично с ним Переговорить И вот Почему на него Враги Такие Выступают Против него Там и По интернету Много Мы все Все это Читали Знаем И надо Его Предупредить Он Вошел В друзья В московской Патриархии А этого Нельзя делать Вы знаете Какие они Враги Этот Сергей Старогородский Какое Предательство Сделал Вы что Не знаете Я говорю Да мы знаем Все это Ну вот А вы Дружите С ними Нельзя С ними Дружить Я говорю Еще как Это кто Он такой Я От Божьей Матери Посланник Я говорю Ох ты Надо Надо Еще Я говорю А мы По Евангелию Идем Да мы Чтим Божью Матерь Всех Святых Чтим Не так Чит Надо Слово Ее Читать У нее Есть Книги Тоже Божьей Матери И Вы неправильно Во многом Поступаете Я говорю Кое Кто Что тебе Такое Сказал Христос Пришел Сказал Христос Второй Раз Придет На землю Еще Вам Что Видения Были Какие Да нет Все это Второй Раз Он Придет Уже Судить Будет Мир Одним Словом Столько Нам Такой Ерес Он Наговорил Я говорю Знаю До свидания И разговаривать Больше не хочу До свидания Где ночевать Ну Я могу Там Дать вам Адрес Московская Патриархия Я Слышать Не хочу Даже об этом И никогда Я туда не пойду А мне Бог определит Где Находиться На улице Они останутся Ночевать Наедиться Раз Вы А Она еще Сразу Сказала Вы Странников Принимаете Я Вот Странница Ежу Туда Сюда И там Все Она Благовествует Везде Говорит Я говорю Нет Таких Мы не Принимаем Да А что Я Я тоже Верующий Человек Вы что Меня Пренебрегаете Я Я Я Странница Я Говорю Ну До свидания Все Я на этом Закончу Я Говорю Замелся С ней Верующий Все Просто Послушалась Бо Мужа Надежда Все Все Правильно Все Понимаете На меня Вот эти Нападки Такие Бывают Я Говорил Может не все Знают Заведующий Кажется Кафедры Бионики В Новосибирском Научном Городке Работает Только Ну куда Лучше Обращается Едет Делается Священником Иеромонахом Доставляет Жену И Служит вместе С отцом Геннадием Фастом Ну Такую Биографию Составить Не знаю А дальше У него Начинается Видение Он Видит Видение В храме У него Задумка Такая Была Полгоры Где-то Снести Сопку И там Устроить Монастырь На этом Уступе Развести Пчел Но пчелы Чтобы не на улице Были А в комнате Улей А тут залетает А тут Улей Это абсолютно Чисто И продавать Японскому Императору Вы Вложите Кривицы Вы не знаете Что дальше Будет Он же Грамотный Глушенко Вячеслав Останет Никодимом Он Пишет Письмо Михаилу Сергеевичу Горбачеву И письмо Это разбирает И Горбачев Дает Указание Отчислить Сколько Требуется Миллионов Туда Забрасывает В бульдозера И начинает Рыть горы Вещь Неслыханная Представь себе Горбачев Такой умницей Как он мог пойти Видимо советников верующих Не было Но у него не ладится Он лежит Дома И у него загорается Там какая-то карта И он видит Барнаул Он у меня два раза был И все время ночью Как Никодим Приходивший И ему голос Кто там Ангел Какой Говорит У тебя не будет Ничего Пока с тобой Не будет Игнатия Лапкина Вопрос решен Посыльные Пошли и сам Я говорю А кто с тобой Ну там Сестра Машины Того теперь Как бы нету Я говорю Ты начинаешь Сушить сухари Тебя ждут нары У тебя ничего Не будет Ко мне Приезжает человек Православный Батюшка Там Очень хороший Поговорили с ним Он кажется психиатром Что ли Был в Санкт-Петербурге Не хочу даже называть Ему не было ничего Но Он к нему поехал Поехал Все разузнал Вернулся У него ничего не было Устава нету И Руководителя нету У него все Сомкнулось на мне Чего ради У нас не было Ни дружбы Ничего Он уперся И ни в какую К нему едет Какой-то аэромонах Находит повешенным На сосне Дальше началось Такое началось Что он Видимо Действительно Ждал ареста Ничего не было Никто с него Не взыскал Попорченная гора И ничего нету Гора родила мышь Поговорка такая есть Поэтому Будьте внимательны Кто с вами Говорит И что говорит А говорить сегодня Очень легко Я зарядил в интернет Решил узнать Сколько человек Ежедневно В воздухе летает Три миллиона В среднем Вот сейчас говорим Три миллиона В воздухе Висит Каждые две секунды В мире Самолет поднимается Садится за две секунды Секунда Раз Два Новый самолет Сколько Я зарядил А сколько В интернет Имеет доступ Держитесь за стол Чтобы не упасть Тридцать лишние миллиарды Половина населения Земли Уже имеет Выход к интернету А телефонов Сколько Очень трудно Подсчитать Но в Москве Подсчитали Если там Одиннадцать миллионов То телефонов Тридцать шесть миллионов Выход В среднем Три телефона У каждого Москвича Мне один Телефон Подарили Да уж Добрые люди Телефон То какой Я даже слова Это смартфоны Другое не знаю Я покажу Огорчался Вот какой Самый дешевый Привезли в магазин Они Человек в достатке Живет И решил Лучше Я говорю Только такой Он что-то ошибся Со спортовцами И видимо Уже договорился Бесполезно Тогда дали Вот он у меня Телефон Один Я пользуюсь Им очень редко И каждому Советую Зря не звоните Только Вообразите Еще дешевле Еще дешевле Может когда Его давление Когда не было Дешевле Но мы Меньше Размером А вы Разверните Ага А Да И что Какой меньше Ваш меньше От запаха И как он тебе Дилу Бог сохранил Потому что Еду дадут тебе В перемену Постельки Тебе не будет Где-то у параши Будешь сидеть Вообще Может не ляжешь Постелька И когда Одна Которая потеряла Квартиру Она хорошая Женщина И говорят Что самое Что самое Тоскливое Я говорят Вечером Когда прохожу У меня там Спрятана Картонка Где я в пустах На картонку Ляжу Я вижу Как люди Постель расправляют Вот а для меня Самое печальное Я иду и плачу У меня тоже Была своя Постелька А для мужчин Самое главное Что Везде и всюду Баня В каком бы месте Ни был То есть Помыться Да Где бы Даже В Афганистане Первый день Только Там Война идет Но специально Выделенные люди Скорее Сделать яму Чем-то Целлофаном На крышу Можно было Помыться Избавляет От шеи Снимает Стрез Мужчины Более Серьезной Обстановке Бывает Запомните Для мужчины Баня Если ничего Нет Согрей Горячей Воды И пусть Он Стрез Снимет Заглядел Я в интернет Про Лагеря 85% Лагерей Погорели Нынче За год Во всей стране Найдены Разные Разные Недостатки Но нигде Ни у кого Не было Как у нас Все Крылья Опустили Ну нет Ребятишек Арестовали Или там Завели В автобус Жара Не пить Ничего Не дают Целый день Сидят Мы ничего Этому не делали Мы провели Тренировки И нас не могли Взять В среди ночи Ни один ребенок Ни к одному Ребенку Не прикоснулась Рука Роспотребнадзора Ни одного И мы ничем Не обидели И самое это важное Во всех областях Показывает Оштрафовали На 3 миллиона Миллиона То есть На живость детей А детей-то Богатых нету До этого Коммунисты Не доходили Это что-то Невероятное И на этом На этом Трудятся 110 тысяч человек Специально Обрещенные в форму Которые Подают Суды И как правило Суды Все на их стороне У нас суд был И они не выиграли Благодаря нашему И брату Семастьяну Его искусству Таланту И мудрости И то, что молились За него Я не могу Никак Собсудил Зарес Чтобы меня Пропустили К ней Отблагодарить И подарить Книги Это не является Взяткой Тем более После суда Помогите мне Кто может Мне Очень хочется Свой стресс Снять В баню В баню В баню Ничего в ванной Не приучили Я вам скажу Что Вот у нас Самая ценная Когда вы приходите Вы сравните Такой Семь Вы приходите В какой-то Собор Или что Люди Все чужие Единственное Куда они Жмутся Это Киоск Купить Свечку Нечистую Невосковую Все Общение Свечным Жидом По другому Не назовешь Неумирающее Сребролюбие И церковный Бизнес Вы приходите Сидите Разговариваете После службы Кто в церкви Где так встречается Да нигде нету Ну где община Есть Как у отца Кирилла Сахарова Там да Соберутся Знают Нужен друг О чем молиться Я не знаю Татьяна говорила Нет Как у Фаины Это были Нет Не рассказывали Расскажите Расскажите Не рассказывали Ну Я поехал к ней Помолился И молился И сердце Расположенный Ну Татьяна Какая-то память Коридорами Коридорами Там Как будто И не принимают Она что-то Поговорила И нас приняли Разрешили Не вовремя Вроде пришли Или Или что-то Такое Не знаю Она лежит Лежит Лицом Сюда И на гавне Так приподнято Которая Ну там Что Повреждена Там Или Когда она Увидела меня Она только Глазами хлопала Кто ко мне пришел Я не могу Поверить И все Мы засняли Это в интернете Будет стоять Как будто Никогда Не было У нас Ни одной Зацепочки Друг с другом Все Бог спихнул И ничего нету Я ей рассказал Как у нас было Аллилуйя Она сразу достает Аппарат Такой же Как у меня Все Вставляет Выхожу на связь Ну я ей рассказал Как у нас Беседа С Иерусалимскими Сейчас идет Такие люди Хорошие Ну и прочее Проследить надо Будто бы ее Выписали Да Узнать Она не сдается Лежать не будет Как у нас Некоторые Поломало И все Видимо Другой перелом Или что Все-таки Шейка бедра Я всегда считал Это серьезно Очень А как же Алексей Сисков У него Буквально Все ноги Железные Операция С операцией Опять ездит На машине Все Опять болезнь Положили Что-то Опять ему Там Вставляют Так Как это Это удивительно Изрезанный От пяток Домокошки Что называется Ну что только Его не оперировали Это мой крестник Бывший Главный Граном Силокорщина Интересный человек Талант В сельском хозяйстве Ему выделили землю Говорит Непригодную Совсем Там где-то На бугре Чтобы он Развел сад Он развел Такой сад Я не знаю В Алтайском крае Был или не был Все знает Абсолютно У Игоря Гречка Ушла Под снег Переживание Он говорит Не переживай Она в оболочке Весной Ты снег ставишь И уберешь Конечно Схожесть у нее Будет меньше Но тебе-то На еду В любой области Нужно быть Профессионалом Дальше Поступило мне Письмо О том Что надо платить За землю Где-то Мы собираемся Здесь Никогда Этого не было Десять тысяч Так я говорю Нет Людмила Степановна Да 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 Почему за год Ну речь идет о том Что вам заплатить Нужно будет Как бы Вот как Разделили На два участка Один и второй Земля-то Допустим Одна А она Расположена Два дома Которые Зарегистрированы У нас отдельно У нас вместе Их не регистрировали Мы поняли Что сейчас Заплатить нужно Потому что Удвоенную цену Один дом Это один участок Другой дом Другой участок И вот это вот Вот это вот Все в совокупе Ну сейчас Высокие Все возмущаются Что нужно понизить Вот эту вот Катастрою стоимость Они определили Как будто Как богатому Имеющему Два дома Имеющую Такую территорию И вот это Вот надо Ну там Не совсем так Там порядка Четырех тысяч Налог на землю И еще Около шести тысяч Налог на Недвижимость На второй дом Получается Поскольку Игнать Тихоновича Собственности Два дома Шесть и шестя Он как репрессированный Имеет право Ну и как пенсионер Имеет право На льготу Соответственно За один дом Не берут Потому что За этот дом Насчитали Порядка Десяти тысяч Только за этот дом Налог А за второй дом Там около шести За один дом Да Но за землю Везде За всю берут землю На землю Нет только Один дом Только разрешается То есть на землю Нет 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 Но дело такое Когда Суд я выиграл А рассчитываться Было нечем А КГБ В стороне Осталось А ответчикам Сделали городскую Администрацию Там они Как-то так Хитро сделали Что КГБ Опять в стороне осталось Они же меня арестовывали По санкции МГБ Московское КГБ Должно было отмечать Я реабилитирован Ответчик Городская администрация Но Вот все в свое время У меня очень близкие отношения Были с мэром Баварином Владимиром Николаевичем А он входил В десятку лучших мэров России Он приезжал сюда Он тоже голубятник И как-то Бог так сделал И тогда был Прокурор края Он генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович Я все время К ним в любое время Они безотказно Слушайте не просто А как будто бы мы Родственники какие-то И Баварин меня буквально За руку провел Вот это нежилая здесь Станция Освод была Где сейчас я имею Когда-то рыбокомбинат Какой-то был И везде платить деньги Я не заплатил ни рубля Там Горский был Это поэтому Там что По квартирам везде Ему позвонят При мне прям тут же Все Я прихожу Меня ждет Ну прямо везде Куда бы мы ни пошли Баварин Я вспоминаю его иногда Он погиб по автострофе Вот У меня никаких знакомостей Сейчас нету Но тогда было За ним следующий Колганов Тоже Владимир Николаевич И точно так же Всегда помогал Вот об этом надо Попросить у меня Я не вылажу нигде Ну может быть Как-то можно было снять Но Они уже сделали все Не знаю С чем было связано Потом Снова меня вызвали Домовую книгу У меня взяли И решили пополам Переделить А вы думайте Один дом продавать Да не буду я продавать Нет Сделать на два Сделали насильно Как я не хотел И две домовые книги Сделали мне Этот дом Вообще никакой роли Не играет Вот чем рассчитались Они А то даже не входило Никакую стоимость Но Она пересчисляется И они рассчитались Этой недвижимостью И что Обратного хода Уже нет Все Со мной рассчитались По согласию У меня документы На все есть И мне удивительно Десять тысяч Это у меня Два месяца Ни пить и не есть Десять тысяч Это ужас какой-то Десять тысяч Я как Не знаю даже Произносить это слово Но я отдал Вы знаете Что этим зданием Не один я пользуюсь Мне сказали Людмила Степанова Не беспокойтесь Мы все это сделаем Ну так и живу Как божья пташка Не о чем не заботитесь Так я? Да Ну видишь как Я же не живу здесь Маленько подальше Ладно уже Потерпите Так По золотовосту считает Я сказал Один мне сказал Золотовосту там нет И вот так считают Что хочется уснуть И не просыпаться Вот это да И кто сказал Близкий человек Сергей Козлов А он слушает Внимательно Парализованный Во славу божью Как он пишет Поэтому Чтесы Я бы не раз говорил У вас есть родственники Жены Считайте перед ними Как Чарльз Пержин Каждую проповедь Он считал Никого нет Он поставил ложки И начинает Вот сколько лет Я вас знаю Вы одно-то как себе В рот все тащите Вы до людей никуда Ты сколько лет Уже здесь стоишь И только о себе заботишься А там Под окном А он на подоконник поставил Там пьяница распевает Зашли двое Кажется Из трех двое покаялись Его считали Король проповедников Ну просчитай Да просчитай Раз на другой Какой вариант Лучший подходит Я допустим Понимаю Слышу Доволен Но не все Но неоднократно Я уже на эту тему говорил Златоуст Представь Какой он ростом был Как говорил Какая тема Все он говорил Сравнивать со змеей Со львом Человек проигрывает Наконец Сравнивать его с демонами И тут человек проигрывает У демона нет Прелюбодеяния Нет стрибролюбия И звер только одним Каким-то Качеством отличается Там злонравие Там верблюд плюется Медведь Там рвет У человека Все это есть И попутно Хотелось сказать Что судно Это день Как будет Бог Разбирать Наверное По последнему часу Ведь мы знаем Я с этой темы Перейду на другую Со Христом Распяли два разбойника А вам не кажется Странным Что народ просил их Если сегодня Чикатилу арестовали Все приветствуют Наконец-то поймали А то Михисевич Он там 36 Или 38 Девушек задушил Как народ Может просить разбойника Суть-то в том Что разбойники Они были для власти Они готовили народное восстание Но любая революция От сатаны Понятно Но народ любил их Это народные защитники были Ну и попались На чем Убили римских солдат Где-то там И прочее На этой неделе Произошла Большая трагедия В Донецке Один человек Корсин Павлов Его позывной Моторола Он небольшого роста Даже меньше Наверное Володя Полковник Служил в армии В Советской Вернулся И там И на самые опасные Участки Его посылали Он не какой там Сержант был Ну ему повышал Там кто-то Захарин Как-то у них старший И все выигрывали сражения На него сколько покушений было Он с Ростова Оставил жену А здесь нашел другую Там остался Данила Ребенок А здесь у него Уже родился Макар Мирослава Ребенку Последнему Две недели Взрывается машина Он как раз будет в стороне Этот раз Охраняет Все время с охранниками Охрана в подъезде Нижем Это где И на верхнем К нему никак Ни с какой стороны Подойти нельзя Взорвали Сумели как-то Где-то Кто-то уговорили Видимо Завхоза Кто-то И на тросе Установили Взрывное устройство Направлено Ну даже Русские сейчас и говорят Высощайшего класса Был подрывник Кто-то знал Когда закроется дверь С охранником И кто-то еще Сел Ну конечно Участь одинаков Все разорвало И еще нет Кто это сделал Сейчас там Уже месть Мстить будем Тем Другие Но это не один До этого мозгового убили То есть отстрел идет Но если вы говорите Как Рамзан Кадыров Дадим вам путевку В один конец Ну и те же слова Говорят Он убивал Взял меч От меча погиб Его Ставили Подрывное устройство Ставили На него поставили Божье слово Неизменно Взявший меч От меча погибнет Кто ведет плен Сам пойдет Я его не знаю Совершенно Ну вижу Он там С друзьями Там Говорят По телефону Матерился Там курит В одном Другом месте Но народ Его любил Почти 50 тысяч Человек только собралось Хоронить Интернет буквально Переполненный Но Поистине Никто не говорит Меня больше всего трогает И сразу Попы отпевают Кого отпевают Кого Человек Для них он кто Ну боевик Разбойник Бандит Для этих героев И прочее Ну вы возьмите Что-то среднее Для народа Римские воины Там разбойники Для этих патриоты Он патриот А сколько на его совести В двух чеченских Компаниях участвовал Сколько убиты Ну Я ни к чему не призываю Просто Разум своим Посмотрите Церковь-то при чем здесь Это к церкви все лепят Ну Он Жил этой славой Тут же Жена Фотографирует Как он был С ней Жене Под ту голову положил А она рядом держит С большим диском автомат То есть он везде И всюду Везде Сына первой жены Пригласили Он несет звезду героя Он герой Я не встречал Такого еще Вот Все какое-то Такая-такая Вот смесь Комбинации И молиться о нем Вообще Даже язык не поворачивается Вот об аварии Я До глубокой ночи Звонил На главного редактора Шевчу Кольгу Николаевну Вышел Алтайской правды Он говорит Был в церкви Ребенка крестил То другой Ну я и помолился Такое он добро нам сделал Дом получили Погасили недвижимостью В конце добавил Если не угодно Господи Моя молитва Прости меня Но молиться о нем Не тяжело Средне так Я говорю Об аварии Здесь никак нету Совершенно Поэтому Приготовимся К последнему часу И никто не защитит Никакий охранник Никто не Охранник погиб с ним Кто был погиб Представьте Когда Если бы была дверь открыта Взорвала Могли остаться еще живые Здесь нет Скучное пространство Когда Гитлер Готовил взрыв Он все время В подземелье был А в этот день Жарко Давайте Ну и поэтому Там окна Крышу поднял Деревянная какая-то А постройка была Он остался живой Здесь этого не было Кто-то должен был дать Дверь закрылась И мгновенно Сразу взорвало Поэтому Сохраните Напрасно Бодрствует Страшно Готовьтесь К тому Что от Господа И молитесь И совершенно Необыкновенные Мне приходят Письма Сообщения И везде Помолись Помолись И совет дайте Жена священника Просит совет Большая Работа При церкви Преподает В государственной школе Что делать А на что жить Я говорю Десятину-то включите Она в радости Кто мне ответил Сам Игнати Тихон Какой мой ответ Я говорю Работай пока Дальше будет видно Установите десятину И не надо будет Батюшка Тебя на работу отпускать То есть ребятишек Там много уже Сиди дома И воспитывай То есть молитвы Совершенно разные Просят О чем Я не знаю Чего просить Да будет воля Твоя Моя молитва Всегда заканчивается Этим Умейте Умейте Быть нужными Потому что у нас Что есть Вот еще такие Ненужные Как бы может вам Знания Но они потребуются Из интернета Мне прислали Русские девушки Совсем молоденькие Поехали в Иран Мини футбол Называется А там сказали Играть И только в хиджабе Видела И как они одеты Вот как вот стоят Наши сестры Так же было платка Погодник и платок И ну Они конечно там В брюках Но одинаково Цвета все Как те Уже четвертый раз Ну Они там словом Говорят Которые у них Тренеры Говорят Для нас это было Не проблема Но стоят Ну совершенно другие Я не знаю Какие они Но стоят здесь До того они Красивые Хорошие Видели В разных Везде Как они сидят Там беседуют И всех хиджабах До одной Я сегодня Об этом с молодежью Говорил Здесь вы Одеты по-христиански Домой уходите Приходят Выше колен Платьишки Ну разве это годится Вы сами Подставляете себя Ну зачем Вы это делаете Вчера я набрал Фотографии Из интернета Дореволюционные Это Платье Выше 20 сантиметров Ни у кого нету В простонародье И там Какие-то знатные Едут дворяне На корабле Ну у тех Прямо по полу По палубе идет Но В деревне в платках Остальные без платков Уже тогда было Платок Самое центральное Что есть Встретить женщину В платке И с платьем длинным Это только В мусульманских республиках Мы встречали И в Турции Здесь это вообще Ну в своей семье Ну сделайте так Чтобы они это полюбили Ты слышишь меня Я вам сколько раз говорил Красавицы Ну ничего Мимикрия идет какая-то Выше колен В лагере у нас этого нет Это запрещено Чтобы платье было ниже колен Мальчикам разрешается В шортиках бегать Девочкам нет Вот несколько Моментов таких Апостол Павел говорит Не знаю что избрать Все знают А тут не знают О чем он говорит Ну поднимите руку Где он говорит И почему он говорит И о чем Не знаю что избрать Так Говори Лучше разрешиться И быть со Христом Или остаться для вас Что значит разрешиться Ну умереть Умереть Соединиться с Богом Ну правильно Ты тоже хотел сказать Вот Не знаю Вот я эти слова Часто повторяю У меня такая вот Мысль Если бы я помолился О смерти Кажется сегодня бы и умер Как будто бы Моя миссия закончилась здесь Но слова Павла Заставляют задуматься Во-первых молитвы Так никто не молится Ну и как Богу угодно Мы не знаем Поэтому Не знаю что избрать Видите как Это Бог говорит Через Него Для нас Мы не знаем Бывает человек в горе Я здесь просто Я вижу что Выполнил все Как будто бы Назначенное Но Бог один знает Как Поэтому Знать видимо И не положено нам Где И как Господь найдет И призовет И с чем отойдем Вот так Чего вроде было У меня А все Христос Еще о болящих Еще о болящих Прошу всегда помнить О брате Сергея Сергея Который из Воронежа Постоянно помните О нем Потому что У него искушения Тоже разные Бывают О его маме Татьяне Тоже молите Чтобы Господь Чтобы Господь Помог ей Чтобы она была Здравия Души и тела Чтобы она Помогала ему Работает он По много часов Я даже Стесняюсь И боюсь Подсовываться К ним Потому что Пытался как-то Не ответил Второй раз Не ответил Я теперь уже Просто Но вот Когда Поеду В командировку В Москву Собираюсь поехать К нему Еще не говорю С ним пока Согласится Он принять Меня или нет В гости Но собираюсь К ним в гости Съеду Так что Помолитесь Чтобы Господь Вот так Это устроил Если Это Нужна Нужна Эта встреча Когда собираетесь Я же говорил 20 ноября Я выезжаю В Питер На 5 дней Потом После Питера Москва До 17 На декабря На учебу Но я думаю Что это Последняя моя Учеба Потому что Уже Дальше хватит На 5 лет Ну и Естественно После учебы Нужно будет Поработать Потому что На меня затратят Достаточно Большие средства Только на одну Дорогу 110 тысяч аванс Мне дадут А там еще Проживание И суточные Так что На самолете Так что Вот Спаси Христос Да Ей тоже Помолите Да Ну и Татьяна Вот она Здесь сегодня Пришла Вчера Вообще Не могла Сегодня Чуть получше Молитесь Чтобы Господь Ей помог Чтобы Ропоты Уныния Отчаяния Не было Пока мы Не видим Этого Но дай Бог Чтобы Она Не посетила Это ее При ее Этих Бедах Болевых Болевых Гематологи Вечер 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 Не онкологи Как таковые А именно Гематолог Нашей Крайовой больницы Политвиники Она получает В дневном стационаре Лечения Химиотерапия Еще у кого есть Пожелания Просьбы Благодарения Завершаем Значит еще Занятия Да Ну я говорю Что Песнопение И занятия Либо Игорь Владимирович Либо Сергей Павлович Проведут занятия Сергей Павлович Сергей Павлович Молимся Достойно Есть Такого Истину Блажите Теб Богородицу Присноблаженную И мренья Порочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Бессравнение Серафим Безыц Иния Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Наплеменников От внутренних Расприй От беззакония Которое втанья И останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И всех Начальствующих Также Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаятся В небежении Своем И проповедуют Смело И на Славным Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твоей Назарасии За то Что оставили Тебя И Слово Твое Изреченное В Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что сокрыли Имя Твое Бога Иегова Дух Святой Да наставит Нас Не признавать Никаких Иных Богов Вопия Авва Отче Господи Научи Нас Семикратно В день Прославлять Засуды Правду Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонение Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Машина Прошла Один поезд Прошел А второй Я заходю